таджикистан государства в центральной азии расположены в предгорьях памира и не имеющая выхода к морю это наименьшее по площади государства средней азии граничит с узбекистаном на западе и северо-западе с киргизии на севере с китаем на востоке с афганистаном на юге столица городу шанбе с 1994 года пост президента занимает эмумали рахмон переизбранный на этот пост в 1999 2006 и 2013 году до избрания президентом в 1994 году эмумали рахмон являлся членом коммунистической партии государственный язык таджикский при этом таджикистан единственное персоязычное государство в бывшей советской средней азии большинство населения таджикистана исповедует ислам суннитского толка население таджикистана составляет 9 миллионов семьсот двадцать семь тысяч 807 человек население таджикистана давно растет быстрыми темпами в 1959 году здесь было 1 миллион девятьсот восемьдесят одна тысяча человек а в 1989 году 5 миллионов сто девять тысяч человек основной фактор роста населения высокий естественный прирост в россии живут и работают около одного миллиона граждан таджикистана по данным переписи 2010 года в стране таджики с помирцами ягнобцами и язгулянцами составили 84 и три десятых процента узбеки 13 и 9 десятых процента киргиза 0 и 8 десятых процента русские 0 и 5 десятых процента в апреле 2020 года приняла поправки к закону о государственной регистрации актов гражданского состояния которыми запрещается использовать славянские суффиксы фамилиях и отчествах подавляющее большинство населения страны исповедует ислам ханафитского толка сунницкого направления восточной части страны в горно-бадахшанской автономной области где памирские народы составляют основную часть населения больше всего распространен и смайлизм одно из специфических течений шиитского ислама таджикистан является одним из тех стран где до сих пор существует последователи зороастризма в горно-бадахшанской автономной области существует несколько десятков зороастрийских храмов предки таджиков индоарийские племена который в начале второго тысячелетия до нашей эры отделились от индоевропейских племен и переселились в центральную азию в конце второго тысячелетия до нашей эры часть индоиранских племен переселилась в земли современного ирана и северной индии таджикистан состоит из горно-бадахшанской автономной области сагдийской и хатлонской областей и районы республиканского подчинения таджикистан богат природными ресурсами но так как 93 процента территории республики занимают горы их добыча затруднена слаборазвитой инфраструктурой таджикистан расположен вдали от основных евразийских транспортных потоков название таджикистан появилась в 1924 году в результате национально-территориального размежевания средней азии и создание таджикской асср составе узбекской сср в 1929 1991 годах таджикская сср в 1924 году в результате национально-территориального размежевания в средней азии на территории таджикистана была образована таджикская асср составе узбекской сср город душанбе образовавшийся в 1924 году в результате слияния трех селений сарий оси и шок мансур и душан б стал ее столицей 16 октября 1929 года была образована таджикская сср которая 5 декабря того же года вошла в состав ссср на правах союзной республики главной специализации таджикская сср была хлопковая промышленность в 1991 году таджикская сср в результате распада ссср стала независимым государством таджикистан 5 мая 1992 27 июня 1997 годы гражданской войны ущерб нанесенной экономики республики в годы войны составил более 10 миллиардов долларов гражданская война в таджикистане вооруженный внутриэтнический конфликт между сторонниками центральной власти и различными группировками в лице объединенной таджикской оппозиции объединенная таджикская оппозиция союз демократических либеральных и исламистских мятежников которые в 1993 по 1997 годы сражались против правительственных войск в гражданской войне противостояние между бывшей коммунистической партии и национально-демократическими и исламистскими силами перешло из политической сферы в этно клановую сторонниками правительства был создан народный фронт таджикистана 27 сентября 1992 года народный фронт занял захвачены ранее исламистами курган тюбе а затем прилегающий к нему регион некоторую ограниченную политическую поддержку народный фронт получил со стороны узбекистана россия негласно оказывала содействие народному фронту таджикистана наиболее ожесточенное противостояние происходило с конца августа 1992 года по июль 1993 года когда страна была фактически разделена на две части осенью 1992 года многие жители юга таджикистана спасаясь от войны стали переходить афганскую границу уезжать в более спокойные регионы таджикистана а также в другие республики снг по оценкам оон около 1 миллиона жителей стали вынужденными переселенцами и более 200 тысяч беженцами в том числе более 60 тысяч перешли границу афганистана с лета 1993 года интенсивность конфликта пошла на спад хотя отдельные стычки продолжались до примирения противоборствующих сторон 27 июня 1997 года на севере таджикистана в сагдийской области расположена одно из крупнейших в мире месторождений серебра большой кони мансур также таджикистан богат месторождениями драгоценных камней урана по некоторым данным 16 процентов мировых запасов золото угля алюминиевыми и полиметаллическими рудами таджикистан аграрно-индустриальная страна имеющая большой гидроэнергетический потенциал крупные залежи минеральных ресурсов и большой туристический потенциал длительная война связаны с ней разрушения и людские потери привели к резкому спаду в экономике за последние мирные годы экономика и уровень жизни значительно поднялись если до 1990 года таджикистан был трехнациональной республикой таджики узбеки русские то после 1990 стал фактически двунациональной таджики узбеки доля узбеков населения сократилась 23 процентов до 13 и 94 сотых процента доля киргизов осталась прежней чуть более одного процента государственный язык республики таджикский язык межнационального общения согласно конституции таджикистана русские в ряде регионов распространены узбекские и киргизские языки страна обладает значительным потенциалом области гидроэнергетики общий объем гидроэнергоресурсов оценивается в 527 миллиардов киловатт-часов в том числе технически возможный к использованию составляет 202 миллиарда киловатт-часов а экономически целесообразный к строительству 172 миллиарда киловатт-часов это делает государство одним из самых обеспеченных этим возобновимым источником энергии в мире восьмое место по абсолютному потенциалу выработки среди стран снг поэтому показателю страна уступает лишь россии вместе с тем в электроснабжении страны года ощущается дефицит энергии отмечается что приблизительно 70 процентов населения таджикистана страдает от повсеместного дефицита электроэнергии в зимнее время указаны дефицит электроэнергии оцениваемые на уровне около 2700 гигаватт-часов то есть приблизительно четверть от общей потребности в электроэнергии приводит к экономическим потерям которые согласно расчетам ежегодно составляет более 200 миллионов долларов отмечается в исследовании уровень дефицита электроэнергии значительно повысился в 2009 году когда прекратилось взаимодействие таджикистана соседними странами в рамках коммерческих поставок электроэнергии через энергетическую систему центральной азии указанный дефицит электроэнергии во многом возник в результате выхода узбекистана из энергетической системы центральной азии сца и одностороннего запрета на импорт электроэнергии туркменистана по энергетическим линиям узбекистана в таджикистан